Давайте сделаем сначала то, в чем в общем-то довольно таки трудно, да? Это плетеную такую корзиночку, канат, трос, как хотите назовите. В общем, плетенку. Надо сделать плетенку. Вот все. Ctrl-A мы возьмем сейчас Mesh и возьмем CQ. Посмотрим сверху на него, но это огромный будет канат, поэтому его сейчас малость уменьшим. А в декабре его немножечко того. Тогда узнаем все правду про него. Так, теперь G и двигаем его вот по оси X вот сюда вплотную. Дальше Ctrl-A, Shift-D, и с этой стороны тоже по оси X вот так. Теперь эти две мы объединим. Скажем Shift, я поставлю вам все-таки, все время ругайтесь. Скажем Ctrl-Y. Вот, теперь это одно целое. Прекрасно. Дальше мы с вами сделаем следующее. Мы возьмем теперь тоже круг, но из курва возьмем, цирковь возьмем, да? Перевернем его. Это будет rotation по оси X на 90 градусов. Все. Вот так. И давайте сделаем его большого. Ой, такой. Борщенький вот такой. Сделаем примерно как у нас будет вот кольцо плетеное такое, да? Хорошо. Теперь к этому мы применим два модификатора. Первый модификатор будет у нас вот скрив. Скрив. Опа. Знаете, что произошло? Мы должны это сказать, у этого должен быть объект, должен быть set origin по геометрии. Вот в центре он должен быть. И он совпал с нашим центром. А вот теперь будет нормальный. Так. Пока мы вот так сделаем. Три здесь. И теперь еще один возьмем. Эту курву возьмем. И объект укажем в цирковь. И смотрим, как он встал. Он встал неправильно. Вот так он будет правильно. И теперь здесь мы можем сказать, какая у нас длина. А здесь можем сказать, какая у нас будет... Ээээээ. Шифр. Надо взять шифр. Ай. Ну, что ж такое. Шифр потихонечку крутить. Тэн-тэн-тэн-тэн. Вот так. Можем уменьшить количество, не количество, а вот это вот кругляет, вот такой закруглитель сделать, так, 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 вот, вот, примерно так, наверное, да, и если что, то, то мы можем цирклю уменьшить, без, вот так, чтобы он не был таким уж мощным. Ну-ка, вот, вот хорошая у вас получилась эта штука, что здесь она немножко не того, тогда узнали бы все правду про него, вот так, 29 штук, и все, и отлично получилось, хорошо. Видите, довольно-таки легко справились, а теперь мы пойдем сверху посмотрим, вот так, да, и сделаем следующее. Выберем, дальше, Shift-D, отодвинем, что мы делаем? Shift-D и отодвинем его по оси Y. Значит, ребята, это же вообще не то, что мне нужно. Секунду. Мы выделяем. Так, стоим на оси Y. Далее берем Shift-D, так, Shift-D, и теперь G, и двигаем по оси Y. Вот, сдурел. И что это происходит? Ты посмотри. Ребята, ну что? E-play надо нажать. Вот он наш, E-play, вот теперь он будет. Где? Так, это надо вообще уничтожить. Так, а то я тут наделал Delete. Delete. Сдули ты их понаделал? Видите, сколько. Delete. Все, остался один, мы его возьмем, E-play. D, все, это E-play. И теперь Ctrl-D. Сверху давайте смотреть. Вот, что, думаю, да что ж такое-то? Где же это нажато? Ctrl-D. А, Shift-D. И вот сюда две пинга оси Y. Подводим близко. Вот так. И то же самое берем ось Shift-D. И вот сюда ставим с этой стороны, да? По Y. Получилось у нас вот такое чудное колечко. Но мы помним, что вот здесь оно должно быть уже, естественно. Ну, давайте на всякий случай посмотрим, если у нас, если у нас такое. Сейчас глянем. Имидж. Референс мне надо. Ну-ка посмотрим на десктопе. Вот у меня такая картинка есть на десктопе. Открыть. Даже у нее меньше, чем у нас. Ну, не знаю. Мне такое нравится. Так, понятно. Вот она сюда. Раз, два, три. Она войдет вот в такую полукруглую. Здесь, видите, здесь она сжата. Причем по всем параметрам. Ну что ж, и нам надо сжимать. Сейчас сделаем. Так, для этого надо нам деформер найти. Деформер называется... Вот это. Не знаю, как он. Let it. Как хотите назовите. Так, и давайте мы его будем увеличивать. S. Вот так сделаем его. Лучше, конечно, сбоку смотреть. Вот. И теперь по оси Y. S по оси Y. Уменьшаем. Делаем вот так. Так вот. Так, хорошо. Но у нас мало грани. Очень мало грани. Поэтому мы с вами сейчас пойдем. Так. Где у нас эти латицы? Вот они. Видите? Так, давайте мы по этому сделаем четыре. Четыре, да? Раз. А здесь три. Нет, здесь три сделаем. Три. Потому что сильно много будет трудно управлять. Вот так. Вот. Хорошо. Теперь надо сказать, что вот этот, этот и этот, это общая. Shift. Y. Ctrl. Ctrl. Как всегда. Ерундуемается. Объект. Join. Все. Вот оно у нас. Так. Теперь надо сообщить. Ctrl. P, по-моему. Нет. Давайте мы выделим это и это. Скажем Ctrl. P. Вот. Вот он говорит, что это латица надо деформировать. То есть он теперь связал колечко с деформированием. Так. И давайте мы сделаем следующее. Перейдем в объект. Вот. Возьмем вот этот. Эту. 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 Средние не трогаем. Эту. 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 Так. И попробуем их сжать по оси Y. Это S обычная. Но. Мы должны бы сказать по Y сжимать. И все, ребята. Смотрим. Да. Если мы хотим, то можем еще и вот здесь. Маленечко. То есть здесь очень хорошо управляется. И мы с вами безболезненно сейчас создадим такую форму. Которую казалось бы будет сложно сделать. А ничего подобного. Так. С по Y. Вот так. Все. Потом, если нам надо будет, мы это дело естественно обрежем вот здесь. Если нужно будет. А если не нужно, то и не нужно. Что-то я просто поставлю здесь какой-нибудь квадратик. И скажу, что это из этого участь. Все. Вот. Ну пока поглядим. Может быть. Вот так и оставим, чтобы не учиться. Хорошая получилась плетеночка. Я вам скажу. Очень даже неплохая. Так. Готово. Спасибо. 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 Спасибо.